Салоны красоты в Нарьинмаре работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В этом убедились временно исполняющие обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный и главный государственный санитарный врач региона Наталья Кирхар. В ходе рабочей поездки проверяющие проинспектировали крупные салоны красоты окружной столицы, Аделию и Особу. Далее все подробности. Так называемый входной фильтр – это измерение температуры – должны проходить и сотрудники, и гости салона. На входе выдаются маски. Здесь же необходимо обработать антисептиком руки. Такой комплекс мер – одно из санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, которых должны придерживаться салоны красоты. Второе, не менее важное требование – отсутствие скопления клиентов. В каждом кабинете у нас мастер работает только один на один с клиентом. Мы не создаем очереди. После обслуживания клиента каждый мастер обрабатывает кабинет. Запись у нас с интервалом 20 минут. Помимо входного фильтра необходимо регулярно обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами, а также проветривать помещение. В каждом зале одновременно могут находиться только два человека, включая мастера. Впрочем, спрос на услуги салонов красоты в дни пандемии не снизился, а наоборот увеличился. Мы в экстренном режиме сделали ремонт еще одного кабинета и создали кабинет маникюра дополнительный. С маникюром по этой причине стало попроще. Большая нагрузка легла на прикмахерский зал, так как не может в помещении работать более двух человек. У нас три мастера, поэтому выходит, что заставляем клиентов ждать. И либо один в смену работает мастер, либо один в день работает мастер. Поэтому, конечно, вот этот вот момент такой достаточно тяжелый. А все остальное мы уже привыкли, клиенты привыкли, все соблюдают, все рады. Главное, чтобы мы работали. В таком режиме салоны красоты начали работать 17 апреля. Решением временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного были смягчены ограничительные меры для этой категории предпринимателей. Мы в рамках поддержки малого бизнеса приняли решение о возможности работы в салонах красоты, парикмахерских, других предприятиях, сферах услуг. И, безусловно, это очень важно. Поэтому сегодня мы решили приехать к вам и посмотреть, как на практике выполняются все требования. И вот то, что мы видим, эти все требования выполняются неукосненно.